Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 26 декабря По народному месяцу слову Евстрат, ведьмины посиделки В этот день христиане чтут память святого мученика Евстратия Севастийского Жил во времена правления римского императора Диоклетиана, 3-й, начало 4-го веков С этого дня принято было в течение 12 суток за погодой следить Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января 27 декабря на февраль указывало 28 было марту подстать и так до самого Рождества Но хоть и говорили, что Евстрат солнышку рад А только со Спиридона солнцеворота, пережив поворот, метели брали разворот А связываться с этими снежными барнями охотников не находилось Потому что с давних пор жило в народе мнение, согласно которому метели черти заваривали Справляя в снежной круговерте свои нечистые свадьбы с местными ведьмами А тому, кто попал в этот случайный хоровод Помогала выйти из метели обычная новощенная нитка с узелком на конце Говорят, она, упав на землю, всегда узелком к дому ложилась Где уже и не чаяли увидеть живым затерявшегося в метели путника А потому, по присущей всем русским привычке, то Бога о помощи молили А то ругали ушедшего последними словами, причитая Не послушался дурак старших, вот и заблудился А был бы умным, лежал бы себе на печи, сбоку-набок поворачиваясь От сна к сну переходя В этот день надо было быть очень осторожным И ни в коем случае не ругаться Иначе ведьмы накинутся на сквернослово и утащат его с собой Однако в древности ведьмы не считались созданиями, приносящими вред человеку И строящими всегда против людей козни В стародавние времена всех женщин-ведающих от слова «ведать» Звали ведьмами или ведуньями Верили, что таким женщинам доступны тайные знания, так необходимые людям Но шло время, на Руси приняли христианство И все тайные знания стали считаться ересью и бесовщиной Постепенно люди стали наполняться страхом перед тем, что уже стало для них неведомым и чуждым И все ведьмы стали наделяться темными, нечистыми силами В стародавние же времена люди всегда жили в любви, радости, в ладу с природой Матушкой А скверных и пустых мыслей не то что слов на ветер не бросали Знали, что в этом мире людям чтящим, берегущим и знающим окружающий их мир Никто и ничто навредить не может А попытаются, так боги и духи природы подмогут В этот день примечали Если на Евстрате в день светит солнце, то и весь январь будет стоять ясная и морозная погода Солнце садится в большое облако, ночью возможен буран Сороки на снег спускаются к теплу А еще добавляли Евстрат, солнушку рад, прибавился денек на воробьиный скок Славяне, ищите и постигайте знания, оставленные вам предками вашими многомудрыми И становитесь людьми ведущими Братья-месяцы Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова